нашего Иоанна Затауста Слово о Девстве Продолжение чтения из первого тома Красоту Девства иудеи презирают И это нисколько неудивительно Если они не почтили самого Христа Родившегося от Девы А язычники восхищаются И поражаются ею Но ревнует о ней одна только Церковь Божия Дев еретических я никогда не назову Девственницами Во-первых, потому что они нечисты Так как не обручены одному мужу Как желает блаженный друг жениха Христос, когда говорит Потому что я обручил вас Единому мужу, чтобы представить Христу чистую Деву 2 Коринфянам 11.2 Хотя это сказано О всей полноте церкви Но под этими словами разумеются и девственницы Как же могут быть чистыми Те, которые не питают любви К одному мужу А присоединяют к нему другого Несуществующего бога Итак, они не могут быть Девственницами, во-первых По этой причине А во-вторых, потому Что они, признав Брак бесчестным Стали выдерживаться от брака Приняв же правило считать Брак порочным делом Они заранее лишили себя Наград, принадлежащих девству Ибо справедливость требует Чтобы воздерживающиеся Злых дел Девенцы получали А только не подвергались Наказанию И такое установление Можно видеть не только В наших Но и внешних Языческих законах Убийца Гласят законный Пусть будет казнен смертью Но не прибавляют Не убивающий Пусть получит почести Горгласят законный Пусть будет наказан Но не повелевая Чтобы удостаивался Дара тот Кто не похищает чужого И подвергая смерти Прелюбодея Они не удостаивают Никакой награды Того Кто не вредит Чужим бракам Это я весьма справедливо Надобно Воздать похвалу И удивляться тем Которые преуспевают Добре А не тем Которые только избегают зла Для последних Довольны той чести Если они не терпят Ничего худого Посему и Господь Наш угрожал Геенную тому Кто без причины Напрасно Будет гневаться На брата своего И назовет его уродом Но не обещал Царствие небесного Тем Которые не гневаются Напрасно И воздерживаются От засловия А потребовал Еще другого Большего И вознейшего Сказал Любите врагов Ваших Матфея 5.44 И желая показать Как маловажно Незначительно И недостойно Никакой чести Только воздерживаться От ненависти К братьям Он заповедовал Нечто гораздо большее То есть Любить их И быть в дружбе С ними Сказал Что этого Недостаточно Для того Чтобы нам Удостоиться Какой-нибудь чести Ибо как это возможно Когда мы в этом отношении Нисколько не превосходим Язычников Посему у нас Должно быть Приложено К этому Нечто другое Более важное Если мы Желаем требовать Награды Если Христос Если говорит Христос Я не осуждаю На гену тебя Воздерживающиеся От засловия И гнева на брата То по одному Этому Ты не считай Себя достойным Венцов Потому что Я требую Не такой Только меры Благорасположения Но хотя бы Ты к незлословию Прибавил Что и любишь его Ты еще Вращаешься Долу И ставишь себя В ряду Матерей Если же Ты бы желаешь Быть совершенным И достойным Небес То не останавливайся Только на этом Но взойди выше И усвой себе Помысл Превосходящую Самую природу То есть Любовь к врагам Итак Когда все Согласны с нами В этом То пусть Перестанут Иритики Напрасно Утруждать Самих себя Они не получат Никакой награды Не потому Чтобы Господь Был неправосуден Да не будет Но потому Что они Сами несмысленны И лукавны Как это Выше доказано Что заодно Воздержание От худых дел Не полагается Никакой награды А они Избегают брака Потому что Считают его Худым делом Как же Они могут Требовать награды За уклонение От худого Как мы Требуете Требуете Подвязаться И бить Воздух И Ой Если бы Только Напрасно Хотя Для трудившихся Много И ожидавших Наград Еще больше Чем Труды И то Немалым Послужит Наказание Что они Во время Почести Окажутся Между Не получившими Их Продолжение следует Оть Оть Оть